Идею еще раз проштудировать незабвенного Владимира Ильича Ленина я подхватил у Андрея Богдановича и Вадима Мурованова. Большинство моих друзей их знает, а кто не знает, советую познакомиться. Так вот, оказывается, что все мы до сих пор живем по Ленинским заветам. Не верите, я сейчас продемонстрирую. Все, наверное, помнят фразу Ленина «учиться, учиться и учиться». Эти слова были приведены им в работе «Попятные направления русской СССР и демократии», написанной в конце 1899 года и опубликованной в 1924 году в журнале «Пролетарская революция». Он именно рабочих призывал учиться. Цитирую. В то время как образованное общество теряет интерес к честной нелегальной литературе, среди рабочих растет страстное стремление к знанию и к социализму. Среди рабочих выделяются настоящие герои, которые, несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике, находят в себе столько характера силы и воли, чтобы учиться, учиться и учиться. И вырабатывать из себя сознательных социал-демократов рабочую интеллигенцию. Кто же станет спорить с пролетарским вождем, заявив, что учиться не нужно? Ведь учеба – основа прогресса. В современном мире никак не обойтись без учета. Например, ты не станешь бухгалтером, если досконально не изучишь предмет «Бухгалтерский учет». А вот что пишет об учете Ленин в статье «Как организовать соревнования». Учет и контроль – вот главная экономическая задача каждого совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, каждого потребительского общества, каждого союза или комитета снабжения, каждого фабрично-заводского комитета или органа рабочего контроля вообще. Люди со стажем помнят уничтожающий оппонентов термин Ленина «политическая проститутка». Есть множество свидетельств о том, что он использовал слово «проститутки» по отношению к своим политическим противникам. В частности, сохранилось письмо Ленина Центральному комитету РСДРП от 7 сентября 1905 года, где он писал «Ради бога, не спешите вы с официальной резолюцией и не уступайте ни на йоту этой бундовско-новоискровской конференции. Неужели без протоколов будет? Да разве можно с этими проститутками без протоколов конферировать?» Если сейчас кто-то скажет вам, что политические проститутки вымерли, плюньте ему в лицо. Сейчас такое определение наибольше подходит людям, которые многократно переходят из одной партии в другую. Перевещики и так поступают, чтобы всегда оставаться, если не при власти, то по крайней мере в фаворе большой политики. Называть их имена пока не будем. Или будем? Хорошо. Назовем их немного позже. А вот некоторые крылатые фразы Ильича, которые очень и даже очень актуальны. Не ошибается тот, кто ничего практического не делает. А человеки судят не потому, что он о себе говорит или думает, а потому, что он делает. Очень актуально по отношению к очередным претендентам на власть. Вот о войне. Не так опасно поражение, как опасна боязнь признать свое поражение. В самом деле, из-за обоюдной боязни признать поражение и продолжается теперешняя украино-русская война. Вот еще. Равенство по закону не есть еще равенство в жизни. Разве это не о наших законах? Следующее. Нужно уметь работать с тем человеческим материалом, который есть в наличии. Других людей нам не дадут. Судя по усиливающейся трудовой миграции, у нас скоро никакого человеческого материала не останется. Еще из речения. Нас помнят, пока мы мешаем другим. Последняя фраза вообще гениальна. Нас действительно помнят, пока мы кому-то мешаем. Разве не так? А вот что пишет Ленин о коррупции. Если причина коррупции в самой власти, то трудно надеяться, что в недрах самой власти возникнут предпосылки для последовательной и бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Необходимо, говорит Ленин, апелляция к народу. Необходимо пробудить во сколько-нибудь сознательных слоях народа страсть политических обличений. То есть Ильич считал, что победить коррупцию сможет не власть, которая сама ее порождает, а эффективный контроль активных членов общества. Поскольку до сих пор сама власть коррупцию не победила, то думаю, что Ленин и в этом был прав. Без вмешательства народных масс коррупцию не одолеть. Вот и получается, что мы до сих пор живем по Ленину. Так что, если хотите разобраться в непростой сегодняшней ситуации, читайте Ленина, друзья. Это, конечно, шутка, но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. На этом все. До новой встречи.